Привет! Размер этой бани 4 метра на 2,35. Я считаю, что это самый практичный размер для бани для небольшой семьи. Когда мы зайдем внутрь, вы в этом сами убедитесь. Этот участок находится на очень болотистой почве, поэтому было решено здесь установить винтовые сваи. Заказчик здесь уже немного прикрыл доской. Здесь установлено 6 винтовых сваи через 2 метра. Вообще, в чем смысл винтовых сваи? То есть верхние слои грунта, они постоянно гуляют. А винтовые сваи, они передают вес всей конструкции на нижние, более устойчивые слои грунта. И поэтому на болотистых участках такой фундамент это отличное решение. Чтобы усадка конструкции равномерно распределялась на каждую сваю, выполнена обвязка из листвяка. Снаружи эта баня обшита металлическим сайдингом в лохаус. И нестандартным решением было принято установить вот такие вот металлические кованые решетки. Я раньше как-то особо не замечал, но смотрится с металлическим сайдингом. Это очень красиво. Пирог ничем не отличается от остальных наших каркасных бань. Изнутри и наружу это вагонка, зазор, пароизоляция. Хочу обратить внимание, что для бань и саун нужно использовать специальную фольгированную пароизоляцию, которая может выдерживать высокие температуры. Каркас из сухой доски камерной сушки, посреди каркаса базальтовый утеплитель, снаружи гидроветрозащитная мембрана, вентиляционный зазор и поверх уже идет металлический сайдинг. Как бы это печально не звучало, но в Иркутской области очень плохо дела обстоят с сухим брусом. Поэтому людям приходится строить себе дома из бруса естественной влажности. И тут как раз таки каркасная технология в нашей области имеет много преимуществ. Это в том, что можно построить себе дом или баню из доски камерной сушки, что не будет требовать усадку. И можно неплохо сэкономить бюджет. Итак, почему я считаю такой размер бани самым практичным? Во-первых, здесь очень большая раздевалка. Мебель мы здесь никакую не изготавливали. Заказчик уже самостоятельно решит, чего ему здесь не хватает. А парная, совмещенная с мойкой, это очень удобно в каркасных банях. Объясню почему. Многие не любят совмещенные мойки с парной, потому что после того, как они попарились, им приходится мыться в помещении с очень высокой температурой. Но в каркасной бане это работает совершенно другим способом. Стены у вас состоят из теплоизоляции. И вам нагреть нужно только, получается, сам воздух, который находится в парной. И после того, как вы откроете окно, немного проветрите, температура в помещении станет почти такая же, как на улице. И поэтому мыться здесь будет удобно. Ну и, соответственно, заказчику не приходится переплачивать за дополнительное помещение в виде мойки. Это все находится здесь. Внизу под полами находится оцинкованная ванна, куда стекает вода. Что касается размеров этой комнаты, если услышать на слуху, 2х2.35 кажется, что это небольшая комната. Но на самом деле здесь спокойно может париться 3-4 человека. Вот я сижу, сюда может сесть еще один человек, сюда может сесть. Если, конечно, вам захочется лечь, то это рассчитано на одного человека. Но если сидя, то можно рассчитывать на большее количество человек. Я не буду называть цену этой каркасной бани. Очевидно, что она находится в промежутке между баней 3х2.35 и 6х2.35. Цена немного гуляет в зависимости от предпочтений заказчиков. Касательно электрики говорить много не буду. Вся электрика, светильники, выключатели, розетки, лампы изначально согласовываются с заказчиком и устанавливаются там, где они должны быть. Проводка выполнена в негорючей гофре. На печи и защитные экраны распространяется заводская гарантия. В каждом комплекте идет инструкция по монтажу и все элементы печи установлены в соответствии с инструкцией по монтажу производителя. Стенки топки выполнены из чугуна от 3 до 13 мм в зависимости уже от предпочтений заказчиков. Эта баня несколько раз протапливалась, в ней уже парились. Вот так она открывается, плотно закрывается. Топка находится на довольно большом расстоянии и, соответственно, сюда никакое пламя попадать не должно. И снизу установлен лист из минерита для пожарной безопасности. Здесь еще дополнительно установлен изольник. Внутри парной печь выглядит следующим образом. Снизу и по краям установлен защитный экран. Когда вы поддаете жару, брызги все равно летят. Здесь уже видно, что летело много брызги. И как раз таки для этих целей установлен защитный экран. Он установлен еще с небольшим зазором для дополнительной пожарной безопасности. Парная полностью обшита кедром. Порок тоже выполнен из кедра. Комната отдыха обшита сосной. Вода в баке довольно быстро нагревается. Здесь установлена вот такая вот металлическая труба. Она выполнена в виде сэндвича. И здесь сверху дополнительно установлен металлический экран для пожарной безопасности. То есть париться в такой бане абсолютно безопасно. В этой бане установлено два окна. Так они аккуратно открываются. И снаружи видны кованые элементы. Слив под полами выполнен из оцинкованного листа, который находится под небольшим углом, чтобы вода могла стекать с этого листа. И если туда приглядеться, под полком установлена тоже лампа, которая обеспечивает красивое свечение снизу. Кстати, мы записываем уже второе видео на этом участке. Мы уже вам показывали беседку, которую установлен вон там в дальнем углу. Но у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели видеоролик до конца. Задавайте вопросы. В следующий раз, когда мы будем показывать другую нашу каркасную баню, я обязательно отвечу на эти вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok